Режим жесткой экономии введен в промышленности. ММЗ и Рыбницкий цементный стоят. На очереди Тиротекс. Газа для работы предприятий не хватает. Производство останавливают, чтобы у людей в квартирах, детсадах, бойницах было тепло. Наша съемочная группа побывала на Тираспольском кирпичном заводе. Он тоже на грани остановки. Там думают, как сократить производство, чтобы люди не остались без работы. Тирасполь, кирпичный завод, сегодня пока работают, доделывают заказ. Но скоро производство могут остановить. Не хватает газа. Кирпичный и так всегда работает сезонно. Зимой стоят. А тут придется уйти в простое раньше времени. Без газа эта печь никак работать не сможет. Проблема в том, что просто так взять, выключиться нельзя, продукция пропадет. Работает одна печь. Если снизить просто температуру, получим, понятно, что не кирпич. Заказчики кирпич ждут. Запасов на предприятии нет. Чтобы работать полноценно, заводу нужно 180 тысяч кубов газа в месяц. Сократить его потребление нужно минимум на 35%. Специалисты уже думают, как это делать. Конечно, будем подстраиваться под режим экономии. Каким-то путем смещения технологий, снижать. Мы уже прорабатываем эти вопросы. Это просто выключать на какой-то период небольшой печь, для того, чтобы она не сильно остыла, а потом снова нарабатывать. Сейчас в промышленности режим жесткой экономии. Причина – Молдова сократила поставки газа в Приднестровье почти вдвое. Уже стоят ММЗ, Рыбницкий цементный завод. Молдавская ГРЭС работает всего на одном энергоблоке. Это предприятия с энергоемким производством. То есть те, которым надо много газа. Сегодня на заседании правительства говорили, сделают список предприятий, которые придется остановить, а где-то сократить производство. Чтобы в квартирах, детсадах, больницах было тепло. А еще, чтобы другие предприятия могли делать хлеб, мясные и молочные продукты. Разумеется, в текущем моменте мы предпримем максимум усилий с тем, чтобы оставить с энергетикой предприятия, которые обеспечивают продовольственную безопасность нашей республики. Речь идет о хлебозаводах, хлебокомбинатах, производстве мяса и молока, фермерских хозяйствах. То есть там, где производится продовольствие. В Приднестровье ЧП в экономике до 1 декабря. Страна живет в режиме экономии. Горячая вода и троллейбусы по графику. Отопление отключили в административных зданиях, сельских ДК, школах. Там продлили каникулы. В домах, детсадах и больницах тепло есть. Тарифы для людей не меняют. Для зарплат, пенсий, пособий в бюджете резерв есть.